Сегодня мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Матфея и тема сегодняшней нашей беседы – Рождество Христово. В прошлый раз мы остановились на 17 стихе 1 главы. И сегодня будем читать с 18 по 25 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго». Вот здесь сразу возникает вопрос, почему Христос рождается от Девы, которая была обручена мужу. С чем это может быть связано? Дело в том, что дьявол знал, что Христос должен родиться от Девы. Но он это знал не потому, что он всезнающий и всеведущий, эти свойства принадлежат только Богу, а потому, что дьявол знал Священное Писание. Как мы видим, во время искушения Христа в пустыне, дьявол цитировал Библию словами «сказано о тебе», «написано о тебе» и так далее. И так как дьявол знал, что в тот период исполнялись времена, когда должен был родиться Христос Мессия, то он внимательно следил за всеми Девами. А Дева, обрученная мужу, она уже не могла вызывать такого внимания со стороны дьявола. И до времени, до некоторого срока, тайна Рождества, таким образом, она была сокрыта от дьявола. И далее сказано, Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Итак, Мария была обручена с Иосифом, но прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго. И Иосиф, как мы здесь прочитали, будучи праведным и не желая огласить ее, то есть осрамить ее, решил отпустить ее тайно. В каком смысле Иосиф называется здесь праведником? Если речь идет о ветхозаветной праведности, то в соответствии с ветхозаветным законом, если девица обручена мужу, и она забеременела, то муж должен привести ее к воротам города, и чтобы всем городом ее побили камнями. О какой же праведности Иосифа идет речь, если он не поступает в соответствии с законом ветхозаветным, в соответствии с пятикнижием Моисеевым? Дело в том, что хотя Христос еще не родился, но праведность Нового Завета, которая гласит «люби врага», благословляй проклинающего, молись за обижающего, она уже распространяется на этот мир. Иосиф праведен не в соответствии с ветхим заветом, а именно Новый Завет своей праведностью всепрощения уже касается его сердца. Нечто подобное произойдет, когда Понтий Пилат пошлет Иисуса Христа к Ироду, и Евангелие сообщает нам о том, что Ирод и Понтий Пилат были врагами друг с друга, но ради Христа они померяются друг с другом. То есть Христос оказывает влияние на людей, нравственное влияние даже на тех, которые враждуют с ним, борются с ним. И здесь Иосиф назван праведником уже в новозаветном понимании этого слова. Он не желает огласить ее, он хочет тайно отпустить ее, потому что если христианин видит грехи другого человека, он не хочет срамить человека, он не проявляет брезгливость по отношению к человеку, если и подходит со словами обличения, то с одной целью – помочь исправиться этому человеку. Далее. «Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго». Здесь сразу возникает вопрос, а почему же сама Пресвятая Дева Мария не поведала Иосифу тайну благовещения, что ангел Божий явился к ней и сказал, что она зачнет от Духа Святаго. Эта тайна была столь велика, что сама Пресвятая Дева сказала, «Как это будет, если я мужа не знаю?» И Пресвятая Дева Мария сокрыла эту тайну в надежде, что, как ей Господь открыл эту тайну в чудесном видении Архангела, также Господь откроет эту тайну и обручнику, ее труженику Иосифу. Иосиф вскоре получает это удивительное свидетельство, «Как только он помыслил, то есть помыслил отпустить ее от себя, вся ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Она называется женою, потому что она ни в чем не согрешила против обрученного ей мужу. Эти слова «не бойся принять Марию, жену твою», они подчеркивают то, что она сохраняет свое девство именно так, как это было и предусмотрено. И мы веруем, что Дева Мария до Рождества была девой, в Рождестве была девой, и по Рождестве она остается пресно девой. Пресвятая Дева Мария для православных христиан это особый сосуд благодати. По Святой Троице она является первым нашим упованием. И как часто я привожу такое рассуждение на вид, действительно, а кто из ангел, архангел, херувим, серафим, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, может сказать «сын мой возлюбленный»? Никто, только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Кто из ангел, архангел, херувим, серафим, может возлюбить второе лицо Святой Троицы родительской любовью? Никто, только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Таким образом, мы видим, что то подобие Богу, которое люди утратили в грехопадении, в Пресвятой Деве Марии, было восстановлено самым удивительным образом. Она действительно в любви к Сыну Божию и Сыну Своему достигла вершин уподобления Богу Отцу, который один, обращаясь к Сыну, может сказать «сын мой возлюбленный» и испытывает родительскую любовь к Нему. «И ангел Божий, который является Иосифу, он далее говорит, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Здесь сразу возникает вопрос, а почему Иосифу надо было наречь имя Господу Иисусу? Дело в том, что мы, когда читаем Священное Писание, особенно Ветхий Завет, мы видим, что чаще имена давали именно жены своим чадам в неком таком пророческом озарении. Дело в том, что если мы говорим о родословии Иисуса Христа, об этом у нас была целая беседа, то мы знаем, что в Новом Завете есть два родословия Иисуса Христа. Это родословие по Матфею и родословие в Евангелии от Луки. Родословие в Евангелии от Луки больше связано с Пресвятой Девой Марией. И там мы видим, что родословие идет не по царской линии. Там Давид, а далее называется не Соломон, а Нафан, Натан. То есть царская линия пресекается. А иудеи знали, что истинный Мессия должен быть не только потомок Авраама, но и потомок Давида и потомок Соломона. И в этом смысле родословие Иосифа, которое помещается в первой главе от Матфея, оно подходит более Христу по царской линии. И когда Иосиф, исполняя волю ангела, нарекает рожденному младенцу имя Иисус, через все действия он усыновляет его и сообщает ему все права своего родословия. Как умирающий Иаков, Израиль, патриарх, призвал к себе Иосифа сына и сказал, «Твои сыновья, Манасия и Фрем, будут моими сыновьями». Крестообразно благословив их, он ввел их в двенадцать колен Израиля. И здесь Иосиф, когда он выполняет волю ангела, который ему сказал, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, он таким образом совершает действия усыновления Христа и сообщает ему все права своего царственного родословия. Здесь сразу возникает вопрос, «А какой смысл имеют слова, сказанные о Христе ангелам, ибо он спасет людей своих от грехов их?» А разве у Господа есть не свои люди? Древним евреям могло показаться, что речь идет только о них. Первым христианам могло показаться, что только о них. Но Иоанн Богослов в своем первом послании пишет, что Христос умер не только за наши грехи, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира. Для Бога свои – это все люди. И он принес полноту спасения для всего рода человеческого, взяв на себя грехи всего мира. Но воспользоваться этим спасением могут только те, которые, ответив согласие на дар спасения и вечной жизни во Христе и со Христом, исповедуют себя христианами, крестятся, пройдут через меры помазания и будут сохранять эту веру в своей жизни до последнего издыхания. Кто-то может спросить, а что же это даст тем людям, которые не воспользуются тем даром спасения, который для них совершил Христос? Для них не будет оправдания и никакого извинения. В день суда никто из них не может сказать, Иисус, ты не умер за меня, ты не омыл меня своей драгоценной кровью. Он умер именно за всех и всех омыл своей драгоценной кровью. Ибо Он пришел спасти людей своих, то есть каждого человека, от грехов их. Но воспользоваться даром спасения могут только православные христиане. И далее мы читаем. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, здесь ссылка идет на пророку Исаия, седево в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Матфей, как мы видим, он шествует в фарватере Ветхозаветной Церкви, он дает родословие Христа по царской линии, он чаще других евангелистов цитирует Ветхий Завет, потому что по преданию, о чем мы ранее говорили, он написал это Евангелие для христиан Палестины. Вот это пророчество Исаии, «седево в очреве примет и родит сына», вызывало очень много нареканий со стороны иудеев и противников христианства в целом. Они настаивали на том, что надо понимать это слово, еврейское слово «алма» не как «дева», а как молодая женщина или юница, в конце концов. Но сразу возникает вопрос, а в чем же заключается знамение, если молодая женщина родит? Молодые женщины только этим и занимаются, слава Богу. Знамение заключается в том, что рождает «дева». И что интересно, вот это слово «алма» – «дева» используется в Ветхом Завете по отношению к ревеке, жене Исаака, о которой сказано «непознавшая мужа», когда она была «дева». Это же слово «алма», которое использует пророк Исаия, оно используется в книге Исход по отношению к малолетней Мариам, сестры Моисея, которая бежит за корзинкой. Таким образом, из контекста Ветхого Завета мы видим, что это слово всегда означает «деву». Но известно, когда Симеон Богоприимец, который был одним из переводчиков Библии с еврейского на греческий, он переводил в Священное Писание, он увидел у пророка Исаия эти слова, «сидевы в очеве примет», и он взял нож, чтобы из кожного свитка вырезать слово «дева» и заменить словом «женщина», потому что он подумал, как это «дева» родит? Если родит, то не «дева». И тогда ангел Божий явился к нему и сказал, «ты будешь жить до тех пор, пока не увидишь исполнение этого пророчества своими глазами, пока не увидишь деву, которая родит». И далее мы читаем, «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». То есть после этого Иосиф, обручник Девы Марии, Иосиф, труженик, действует в соответствии с тем ангельским благовествованием, которое явилось ему. И здесь вот эти слова, «и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца», их не надо понимать превратно, что как бы до этого момента не знал, а потом как бы познал, как иногда истолковывают эти слова неопротестанты и протестанты. То есть до Рождества он не приступал к ней, как к своей жене, а в Рождестве тем более он понял, что чудо совершилось величайшее, ибо она до Рождества в Рождестве сохранила свое девство, как один из великих пророков предсказал это событие, словами, теми воротами, которыми прошел Господь, человек ни один не пройдет этими воротами. То есть тем более и далее Иосиф, обручник Девы Марии, оберегал ее блаженное девство. Спасибо вас, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...